Греко-римская борьба, история которой уходит в глубину веков, не теряет своей привлекательности. Ребятам нравится ее бескомпромиссный характер, который сочетается с благородством классических правил. Еще раз убедиться в красоте борцовского искусства смогли все, кто побывал на краевых соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей. 200 юных борцов из республики Адыгея, Анапы, Армавира, Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Крымска, Темрюка, Станиц, Тбилиска и Натухаевской, а также из Славянского и Динского районов прибыли в спорткомплекс «Лидер», чтобы в честном соперничестве выявить самых сильных в весовых категориях от 29 до 100 килограммов. Более 20 команд приехало к нам в город Славянск на Кубани. На следующий год мы планируем его сделать открытым и уже приглашать команды со всей России. В борьбе востребованы сила, ловкость, сообразительность. Нужно не только много тренироваться, но и суметь сконцентрироваться, психологически переиграть соперника. Для ребят были созданы прекрасные условия, чтобы они проявили свои лучшие качества. Приезжаем мы сюда ежегодно. Это традиционный турнир, нас постоянно приглашают на эти соревнования. Конечно, организация вообще на высоком уровне, поэтому мы сюда с удовольствием едем. Конечно, конкуренция очень высокая в крае у нас, очень высокая. И ребята уже в таком возрасте борются, в принципе, на очень достойном уровне. Конечно, на таких соревнованиях ребята растут. Не в первый раз приезжают в наш гостеприимный город и адыгейские юные борцы. Участие в соревнованиях позволяет им наращивать свое мастерство. Организация шикарная на самом деле. Ни в чем, никого не обделяется здесь. Что касается команды, которые приехали, вот по младшим и юношам, очень хорошее соперничество и хороший старт для детишек перед летом. После подведения итогов состоялось награждение победителей и призеров. Славянские спортсмены завоевали семь бронзовых и одну серебряную медаль в различных весовых категориях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа События.